Утро доброе! Доброе утро! Здравствуйте! С вами работает Кирилл и Лариса. Сегодня 8 февраля. Четверг. Рыбный день, да, четверг? Да. Кто это придумал, кстати? Я? Не знаю. А у кого-то в понедельник рыбный день. Да? Да. Да в целом. Если ты рыбу сегодня ешь, то для тебя рыбный день. Вот, кстати, рыбу нужно есть постоянно. А вот в Китае люди добывают рыбу. У них каждый день рыбный день, потому что они на своих судах выходят в море, добывают рыбу. Это называется рыболовство. Да? Это вот это у них дело. Они же живут этим. У них каждый день рыбный день, понимаете? Но не только в Китае, да? Не только в Китае, да. Я почему-то просто про Китай вспомнил. А знаешь почему? Потому что мне на днях пришел какой-то прибор с Китая. Надо его забрать. Я сейчас об этом вспомнил. Утром, да? Почему бы утром об этом не вспомнить? Поэтому я вспомнил про Китай. Самый раз, кстати, вспомнить, что нам нужно сделать зарядку. Кстати, а вот в Китае и в Японии прямо на площадях вот люди занимаются зарядками. Это у них вечерняя там акваэробика. Супер. С ногами работают. У нас тоже в парке занимаются летом. Ну, правда, сейчас не лето. Ну, да. Не лето. А там постоянно. Ну, то есть я видел пару видео. Там человек сто стоит и какая-нибудь маленькая тетя одна с микрофона там кричит, что-то делает. Я понимаю, что ты говоришь. Ну, наши тренера, конечно, ха-ха не кричат, но смотрите, повторяйте за ними. Разомните свое тело. Зарядка. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас с вами разминка динамичная, танцевальная для поднятия вашего настроения. Ну что, Руслан, начнем? Начнем. Упражнение V-step с правой ноги. Шаг вправо. Затем с левой, назад, вперед. И мы это делаем все в темпе. С хорошим настроением. Если у вас есть музыка, то можно включить ее погромче. И добавить руки. Да. И добавляем руки. Как настроение, друзья? У меня оно уже поднимается, несмотря на то, что раннее утро. Следующее движение. Мы предлагаем делать колено вперед по очереди, шагая каждой ногой. Противоположным движением колено потянуть вперед. Обязательно движения рук остаются. Спина у вас прямая и грудная клетка раскрыта. Напрягите мышцы живота. Шагайте. Легко. С носочка на пятку. Не теряя нашего ритма. Отлично. Следующее упражнение я показываю. Руслан ко мне присоединяется. И мы добавляем руки. Упражнение захлест. Мы пяткой стараемся коснуться ягодиц. Руками вытягиваемся вперед к экрану, к нам. С хорошим, отличным настроением. Чувствуем, как мы разогреваемся, готовимся к прекрасному дню. И еще несколько раз. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Можно сделать спокойный шаг. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Всем большое спасибо за зарядку. Хорошего начала дня и всем спорта. Ну и какой сегодня день узнаем прямо сейчас у Кирилла. Действительно. Кирилл знает все и даже больше. День подбрасывания монетки сегодня. Вспоминаю детство. Я тоже. Вот такой. А что сейчас нет такого? Не подбрасываешь? Нет, не подбрасываю. Я, кстати, тоже не подбрасываю. Если какой-то спорный вопрос получается, мы делаем цуефа. Ну или камень, ножницы, бумага. Вот так. Но подбрасывать монетку это всегда прикольно. Вот ты кем всегда была? Жалко, что у меня нет. Орлицы, наверное, да? Да, конечно. Ну вот я тоже. Я всегда говорил, я орел. И постоянно мимо. Не везло мне в монетку. Не везло. Ладно. Ну и какой сегодня еще день? Это день зимний рыбалка. Совершенно верно. Ты когда-нибудь был на рыбалке зимой? Зимой, да. Ну и как тебе? Ну, я в целом не любитель рыбалки. Даже если это лето и плюс 30, а зимой так тем более. Мне просто интересно, как защищаются от мороза? Палатки. А еще? Вещи. Валенки. Ну и всякие согревающие элементы. Ну да, да. Ну естественно. Ну вы поняли. Поэтому, конечно, да. Вот так. И все, да, конечно. Очень помогает, очень помогает. Вот такие вот сегодня праздники. Рыбаки, поздравляем вас с днем зимней рыбалки. Фанатики игры подбросить монетку у вас тоже с праздником. А мы двигаемся дальше. Ну а сейчас рубрика «Завтрак». Наши повара сейчас расскажут, как приготовить фритату. И как быстро она готовится. Можно ли это делать с утра или лучше все приготовить с вечера. В общем, слово экспертам, поварам. Смотрим и записываем рецепт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бонжорно. Доброе утро, друзья. Помните, как вы утро начнете, так и пройдет весь ваш день. А мы каждое утро начинаем вкусно и с аппетитом. И сегодня по традиции мы будем готовить с нашим поваром Фархатом. Здравствуйте. Доброе утро, Фархат. Как обычно. Как всегда. Да. Что мы сегодня готовим? Мы сделаем овощную фритату. Прекрасно. Вся прелесть сегодня в том, что я сегодня готовить не буду. Потому что я слишком красивая. Ну а Фархат расскажет нам, что мы будем делать. Так. Нам нужны запеченные овощи. Так. Что из запеченных овощей нам понадобится? Цукини, болгарский перчик, баклажаны и лук. Но овощи, опять же, могут быть на выбор по вашему вкусу. Можно хоть грибы добавить, хоть красный лук, хоть что. Прекрасно. И к нашим овощам, которые заранее вы подготовите, запечете в духовке, отправляются сырые яйца. Я так понимаю, что в нашем случае 3 яйца будет достаточно. Можно и меньше, это все-таки завтрак. Но вы у нас любите побольше готовить, поэтому взяли 3. Можно и больше, Фархат, именно потому что это завтрак. Мало ли, вдруг пообедать не удастся сегодня. Хорошенечко все это перемешиваем и отправляем в сковородку. Отлично. В сковороду нам необходимо добавлять масло или мы готовим без него? Само собой, масло надо и соль, перец по вкусу. Но я не добавляю, так как у меня в овощах это все было. У нас все было в овощах, мы подготовились. Не упустите этот момент, чтобы еда не была пресная. Хотя кто-то любит есть без соли. Да. Много соли, лишняя жидкость в организме. Выкладываем это все в сковороду, аккуратненько, красиво распределяем. Само собой. И Фархат отправляется на кухню к нашей плите, чтобы это доготовить. А готовить это необходимо до того момента, пока не приготовятся яйца. Все очень просто. После чего мы обильно посыпаем это сыром и можно кушать. М-м-м, Козибелла, наша фритата готова. Какие-то 10 минут и завтрак на столе. Будем раскладывать? Да. Предлагаю нам сегодня обязательно это попробовать. Так, это тебе. Фархат уже выучил, что мне необходимо накладывать первой, чтобы я не возмущалась. Ну а я хочу вот эту вилочку. Какой аромат. Ну и изюминка нашего завтрака это посыпанный сверху сыр, который добавляет свою изюминку в блюдо, да? Можно пробовать? Конечно. Прекрасно. М-м-м. Я думаю, что это вкусно будет даже детям. Несмотря на то, что дети не любят обычно тушеные, пареные и вареные овощи. Вкуснятина. Просто потрясающий фархат браво. Спасибо за такой вкусный завтрак. Друзья мои, готовьте с любовью. Ешьте из красивой посуды. Будьте красивыми. Не пренебрегайте этим. Живите полной жизнью. Прекрасного вам сегодня дня и настроения. М-м-м. В январе 1951 года Карагандинский горсовет начал регистрировать скот, транспортные средства и взымать сборы с их владельцев. Граждане, имеющие лошадей, коров и нетелей, быков и валов, верблюдов и ослов, а также велосипеды, автомашины и мотоциклы, должны зарегистрировать их в установленный настоящим решением срок и получить номерные знаки на транспортные средства. Отныне запрещается езда по городу без номеров. Налог на транспорт в год будет составлять 25 рублей, с мотоциклов и велосипедов по 15 рублей. В январе 1958 года 10-летний юбилей отмечает Карагандинская школа киномехаников. Она единственная в Северном и Центральном Казахстане. За 10 лет школа подготовила и выпустила около 900 специалистов, которые работают в кинотеатрах страны. В 1968 году большую популярность приобретает Карагандинское экскурсионное бюро. Экскурсантами являются жители городов и сел области. Для них предусмотрены маршруты по местам трудовой славы. Заводу имени Пархоменко – Карагандинскому металлургическому. Темы экскурсии в духе времени. Знай и люби свой город. Караганда – детище Великого Октября. 18 января 1978 года угольщики Карагандинского бассейна вписали еще одну славную страницу в летопись развития страны. В старейшей в бассейне шахте Северная была добыта миллиардная тонна угля. Это знаменательное событие совпало со 145-летием открытия карагандинских угольных копий казахским юношей-кочевником Апаком Байжановым. В январе 1983 года Трест Караганда Жилстрой начал возведение первых домов микрорайона «Степной-1». Он займет площадь в 77 гектаров с населением около 40 тысяч человек. Проект микрорайона позволит решить важную в условиях Центрального Казахстана проблему защиты жилых домов от воздействия ветров. В разработке проекта приняли участие заслуженные архитекторы Казахской ССР Станислав Мордвинцев и Эдуард Меликов. В январе 1993 года в Караганде прошел первый областной фестиваль молодежных шоу-программ. Прекрасно зарекомендовали себя ансамбль «Экспромт» из Сарани, темиртауская группа «Формула-1», грагандинцы поп-группа «Кафе Шантан» и исполнительница «Гульнар Кожахметова». Первое место в оригинальном жанре занял Руслан Сампиев. Танцевальная группа «Фэндэнс Клаб» стала лучшей в жанре хореография. Победители фестиваля получили ценные подарки и денежные прессы. Это когда у кого-то с днем рождения. Его дарят, его дарят на праздники, его дарят на 8 марта, на Новый год, на день рождения. Он красивый, его запаковывают. Это вещи всегда на Новый год, на день рождения, на 8 марта, на все праздники мира, которые можно представить. Можно давить кому угодно, даже и соседям. Нам его дарят на Новый год и на день рождения. Его запаковывают в красивую коробочку, пишут открытку, ложат подарки, открытку. С ними можно играть в кукольном домике или может это сам быть кукольный домик. Это для них будет очень приятно. В день Валентина свои вещи дарят. Иногда мне дарят его София. София это девочка, она мой друг. Я хочу получить игрушку, которую я всегда мечтал. Это ж несколько лет. Телефон. Игрушки. И два планшета. Один без подставки. Он золотой, а другой он черный с подставкой. И чтоб он никогда не садился. И там была вилка с ложкой, нажимаешь на нее и там выходит небольшой завтрак. Еще там были изганчиваемые стаканчики. И там была фанта, кола и спрай. Торт. Морольное. Это комбинезончик и штанишки. Она мне заказала, только сегодня пришли эти штанишки. Такая игрушка мягкая. И нес там, ну, какой-то страшный рот. Еще я хотел у Деда Бород попросить радушевого друга. Ну а сейчас гороскоп. Послушаем, что звезды нам обещают на день грядущий. Сбудутся ли их предсказания и в целом. Смотрим. Благоприятный день у овнов для многих дел, в том числе сложных и ответственных. Будет шанс вовремя получить важную информацию, принять верное решение, найти кратчайший путь к цели. Тельцам не стоит спешить. Этот день сложится хорошо, если все ваши действия будут тщательно продуманы. Вряд ли удастся избежать суеты и неразберихи, но они не собьют вас с толку. У близнецов начало дня благоприятно. Именно на это время стоит планировать серьезные дела и важные встречи. Неприятные неожиданности, неудачные совпадения маловероятны. Звезды будут на вашей стороне. Благоприятный день для общения сегодня у раков, особенно делового. Хорошо проходят важные встречи, можно найти единомышленников и союзников. Ваши идеи заинтересуют самых разных людей, в том числе влиятельных. Можно проявлять инициативу браться за новые проекты. Львам на этот день лучше не планировать сложных и утомительных дел. Сегодня вы устаете быстрее, чем обычно, и больше нуждаетесь в отдыхе. Чрезмерные нагрузки нежелательны, из-за них может ухудшиться самочувствие. Большая часть дня у Дев проходит легко и приятно. Появляется много новых идей. Вскоре вы сможете воплотить их в жизнь благодаря поддержке давних союзников и хороших друзей. Проблемы, тревожившие вас в последнее время, решатся неожиданно быстро. День вряд ли будет особенно плодотворным у весов. Серьезных дел на него лучше не планировать. Обсуждение важных вопросов затягивается, и едва ли они будут решены окончательно. День будет противоречивым и беспокойным у скорпионов. Трудно сохранять будет самообладание и принимать взвешенные решения. Часто под влиянием момента вы совершаете поступки, о которых позже придется пожалеть. Благоприятный день сегодня у стрельцов для того, чтобы учиться, собирать информацию, анализировать факты. Со многими делами вы сегодня справитесь быстрее, чем обычно, потому что замечаете то, чего не видят другие. Первая половина дня у козерогов складывается напряженно. Многое идет не так, как вы ожидали, и не все планы удается воплотить в жизнь. Настроение портится, вам не всегда удается сохранить самообладание. Жертвами вашего гнева порой становятся люди, не сделавшие вам ничего плохого. Начало дня у водолеев будет довольно сложным. Вы чаще обычного поддаетесь на провокации, порой под влиянием эмоций говорите и делайте то, о чем позже придется пожалеть. Благоприятный и плодотворный день сегодня у рыб, хорошо подходящий для самых разных дел. Вы часто находите неожиданный подход к решению привычных задач, быстрее других добиваетесь нужного результата. Не исключено начало плодотворного сотрудничества. Доброе утро! Поговорим сегодня про обыкновенную базовую рубашку. Когда человек слышит это слово, думает, что ее можно носить только вот так. Это неправда. Я знаю 45 способов, как стилизовать ее. У меня есть 45 идей. Но прежде чем я вам покажу несколько из них, я хочу, чтобы вы запомнили. Когда вы покупаете рубашку, пожалуйста, обращайте внимание на ее состав. 80% хлопка и 20% полистера. В этом случае она будет очень хорошо стилизоваться, она не будет мяться, очень удобно ее гладить и круто носить. А сейчас я вам покажу несколько идей, как стилизовать круто рубашку. Один способ носки-рубашки с костюмом. Мы поднимаем воротник, подворачиваем рукава. Посмотрите, это совершенно другой вид. Как вам? По-моему, круто. Как вам такой способ? Подвернуты рукава, поднят воротник. Я ее задрапировала. Еще одна идея. Две рубашки сразу. Посмотрите, как круто. Самое важное, чтобы рубашка, которая сверху, была плотнее, чем та, которая снизу. По-моему, круто. Ну, а что вы скажете про такой способ? Когда я хожу, опустив рубашку на одно плечо, я получаю огромное количество комплиментов. Точно для мальчиков это не подойдет. А девочки, пользуйтесь. Берите на вооружение и кайфуйте. Та-дам! Внимание! Посмотрите, похоже ли это на рубашку. Скорее, это плоско. А теперь посмотрите, как сзади. По-моему, очень красиво. Как вам такой способ носить простую базовую рубашку? Посмотрите, как женственно и красиво. И совсем не скучно. А как вам такой способ холодной, длинной зимой? Мы накидываем на рубашку теплый свитер. Это смотрится и стильно, и при этом вы никогда не замерзнете. Еще одна идея, как носить рубашку. Базовую, простую, для кого-то скучную. Завязываем на узелок. Драпируем рукава. И носим ваши рубашки круче всех. И хочу вам пожелать сегодня доброго, хорошего дня. Ну а сейчас рубрика «Психолог». Наш эксперт расскажет, что делать с тем, если вы боитесь проспать работу. Смотрим. Доброе утро. На повестке дня сегодня вопрос. Для чего же ходить к психологу? Психолог, на самом деле, помогает качественно улучшить жизнь. Таким вопросом часто задаются люди, у которых все окей, и мир вокруг окей, и они не понимают, для чего психолог нужен. Но нет таких людей, на самом деле, которые не сталкивались бы с трудностями. Кто-то предпочитает справляться с трудностями в одиночку. Но иногда эти трудности из раза в раз повторяются. Со многими ситуациями, правда, можно справиться самостоятельно. Ну, например, поговорив с подругой, обратившись к близким за поддержкой. Но дело в том, что вот такие вот разговоры, они помогают справиться с ситуацией здесь и сейчас. И, наверное, на какое-то время о ней забыть и улучшить качественное настроение. Но вряд ли это поможет избавиться от той причины, которая приводит к этим ситуациям из раза в раз. Что вы можете получить от психолога, но не можете получить от близкого окружения? Ну, изначально это точно безоценочное восприятие ситуации. Объективную оценку. То, чего может вам в жизни не хватать. Например, заботу, например, поддержку, внимание. Безусловное принятие вас как личности, как человек самостоятельного. Ну и, конечно, решение сложностей и проблем. К психологу обращаются с разными вопросами. И, скорее всего, у психолога найдется поддержка для вас в разных ситуациях. Потому что психолог – это тот специалист, который имеет, возможно, даже не одно образование. И работа в разных темах – это и есть суть помогающей профессии. Приходите к нам, не нужно бояться психологов. Хорошего вам дня! Ну и пока Кирилл развалился на диване, я сейчас вам предлагаю посмотреть «Милых и смешных». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Если вы любите ДДТ, у вас есть уникальнейшая возможность подписаться, в инстаграме сделать репост, поставить лайк везде и может быть вы выиграете билет от пятого канала. И сейчас люди сидят и думают, а я уже купил. Ну а что делать? Может быть еще не купили? Попытайте. Удачу. Ну а на сегодня все. До свидания. Хорошего дня. До свидания. До завтра. Улыбайтесь. В 7.00. Улыбайтесь. В 7.00. Улыбайтесь. Угощайте друг друга. Кофе и чаем. Действительно.